Ледовитый океан Море выглядит вот так. Может быть, поэтому и называется оно белым. В феврале зима здесь в самом разгаре. Мороз за 30 градусов, кажется, несет гибель всему живому. И все-таки эта ледяная пустыня чей-то дом. А вот и хозяин дома. Фока Гренландика. Так называет этот вид на ученый латыни. Гренландский тюлень. Это тюлениха. И вовсе не значит, что она приплыла сюда из Гренландии. В мире существует три огромных стада Гренландских тюлений. Нюфонлендская, Янмайнская и наша, Беломорская. Через несколько дней вы сами увидите, эти льды заполнятся тысячами, сотнями тысяч тюлений на многие километры вокруг. Где бы ни путешествовали целый год представители Беломорского стада, к концу февраля все они приплывут сюда, на родину своих предков, влекомые инстинктом продолжения рода. В этом году она первая. Вот он, новый маленький фок. Белек, скажут многие. Нет, еще не белек. Зеленец. Ведь в первые дни своей жизни тюлененок не белого, а скорее лимонного цвета. Весит он около восьми килограммов. Худощав, пожалуй. Но это дело поправимое. Тюлене молоко в 12 раз жирнее коровьего. И новорожденный толстеет буквально на глазах. Полтора-два килограмма в сутки. Поел, поспал, чем не жизнь. Но это если ты один. Если никто не беспокоит. Но вокруг, посмотрите, уже целый тюлени табор. Детная залежка. Со своими законами, характерами, отношениями. Ведь только на первый взгляд все тюлени на одно лицо. Приглядитесь. Вот тюлени ха цвета благородной седины. С пятнышками. Значит, молодая совсем. Ей лет пять. И белек у нее, надо полагать, первенец. Растеряна. Суетится. А с годами седина исчезает. Чернеет голова. Как, например, у этой солидной дамы на шкуре проявляется черный рисунок. Правда, похоже на крылья? Это уже опытные матери. Рожать тюлени могут до старости. Лет до тридцати. Но каждый раз всего по одному бельку. Зато уж он окружен материнской лаской. Правда, только свой. Чужому детенышу может сильно достаться. И ни за что. Ну, вот и конфликт. Тут уж лучше держаться подальше. Отойдет, мать. Остынет немного после схватки и непременно отыщет своего белька. А то и сам найдется. Голод не тетка. Разломала старую льдину. Приходится перебазироваться. Мы не хотели напугать тюлени, но иного способа добраться до них нет. Да и вообще неизвестно кому хуже. Лед тонкий. Вертолет сесть не может. Висит в сантиметре от льдины. Не просто выбрать место для дрейфующего лагеря. И льдина должна быть надежной. И зверя на ней вдоволь. И вода рядом. Да еще как отнесутся к нам тюлени. Отнеслись по-разному. Некоторые, правда, увели бельков подальше, но другие остались. Не напуганы еще людьми, а может быть и вовсе не знакомы с ними. Посмотрим, как будут они реагировать на нас в своей родной стихии под водой. Все тюлени рождены умеющими плавать. Этот тюлененок плывет первый раз в жизни. Ясно, не утонет. А мать все равно волнуется. Кто бы мог подумать? Неприрученная, недрессированная и не убегает. А могла бы. Если бы захотела напасть, тоже не увернешься. В воде тюлени много сильнее и подвижнее человека. Но вот не нападают, доверяют. Как в Маугли. Мы одной крови. Ты и я. Много времени гренландские тюлени проводят на льдах. На берег они вообще не выходят. Но в воде еще больше. Может быть, кормятся? Нет, кормиться здесь нечем. Ни одной рыбешки вокруг. Оказывается, в период размножения тюлени совсем не едят. живут за счет накопленного жира и, конечно, худеют. Кормящая тюлениха теряет за месяц килограммов пятьдесят. Самцы меньше. Кстати, это самцы. Нам повезло. Так близко звери обычно не подпускают. Раз вертятся здесь, значит, недалеко за Лешкой. Попытаемся разглядеть их поближе. Вот они. Самцы-отцы. Десятипудовые бездельники. Ни кормильцы, ни заступники обособились, отсыпаются, накапливают силы. Мужской монастырь. Так и говорят о них. Даже в конфликты не вступают. При малейшей тревоге спасаются бегством. Но это до поры до времени. В брачный период характер меняется. Бойцы. За самку бьются. За продолжение рода. В таких битвах можно потерять не только кровь, но и жизнь. Но и победителю рано радоваться. Если он не понравится самке, разорвет и спусает не хуже противника. Это не кусает. Покусывает. Знак благоволения. Субтитры создавал DimaTorzok С этого момента Белёк лишается матери. Она малышей попросту забывает. Уйдёт и не вернётся никогда. Каждому едва месяц от роду. А безоблачное детство уже позади. И всему предстоит научиться самостоятельно. Нет, это не драк. Делить им пока ещё нечем. И не игра. Делом занят. Пришла, пора линять. А так быстрее. Вот, ещё совсем беленький. Помочь? Нет, лучше сам. Кстати, раз линяет, значит уже не белёк. Хохлуша. В наши дни Белое море, большая дорога. А на дороге всякие встречи бывают. Эта встреча не в радость ни тюленям, ни капитан. Стоп, машины. Они же не смышлёныши. Сами не разбегутся. Человек за них в ответе. Надо стоять и ждать, пока не пронесёт льды с тюленями. Или разворачиваться и искать другую дорогу в обход. Таков закон. Плохо, когда море узкое. Сегодня льдина на середине, а завтра это уже какой ветер подует. если загонит на кошки есть такие коварные отмели. Беда. Изломает, размолотит, льды много тюленят, погибнет. случается и такое. редко, но случается. Льдину чуть ли не на берег выбросило. поездно. и еще и еще Как пригнала льдину, так и угонит. Вот только бы на север, к океану. Никак голод замучил. Телененок ведь уже две недели ничего не ел. биологи утверждают, что юные телени не испытывают голода. Возможно. Во всяком случае выглядят они здоровыми. Это уже не те малыши, которых мы знаем. апрель. Им полтора месяца. Повзрослели, изменились и снова поменяли название. Не хохлуше больше. Серки. Разве узнаешь в этой серке того самого первого белька? Настоящий тюлень. Завтра у тюлени начнется другая жизнь. Альдина выйдет в открытый океан и волны разобьют ее. Тюленята будут предоставлены своей судьбе. Им придется научиться добывать пищу, спасаться от акул, косаток, белых медведей. Их ждет тяжелая борьба за существование и нужная нужно выжить. Выжить, чтобы вернуться сюда, в Белое море и продолжить род гренландских тюленей. в Белое море и продолжить. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok